всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я бы хотела вам рассказать про дом в котором мы живем как мы сюда переехали в общем выполнить запросы ответить на несколько вопросов достаточно часто которые мне задают также про отопление дома чем мы отапливаемся и про какие-то возможно платежи тоже я их озвучу но примерную стоимость также хочу ответить на вопрос буквально в предыдущем видео я показала свой большой заказ faberlic и там тушь которую постоянно меня спрашиваете я там ее показала поближе это единственная тушь в заказе в инфобоксе оставила артикул на эту тушь кому интересно обязательно посмотрите и сейчас быстренько хочу показать тоже девушка у меня спрашивала я и артикула оставляла оставлю внизу ссылки внизу в инфобоксе это два браслета которые постоянно мелькают у меня в последнее время видео я их вообще постоянно практически ношу вот это у меня браслет из лимонного золота а вот это браслет из серебра и ношу я его что покупала где-то был год наверное назад очень часто ношу потому что они очень удобно одеваются очень удобно снимаются и удобно носятся явных сейчас покажу поближе еще раз повторюсь артикулы и ссылки оставлю вам внизу в инфобоксе покупала я их конечно же в магазине sunlight вот эти коробочки кстати я в них у меня стоят они на туалетном столике я когда снимаю какие-то сережки обязательно складываю эту коробочку они необычно так вот открытые или стоят потому что симпатичная красная коробочка очень удобно сюда складывать какие-то сережки колечки и тому подобное также я вам внизу инфобоксе оставлю ссылку на скачивание приложения скачивание конечно же вы получаете бонус и также я вам оставлю промокод со скидкой 10 процентов это дополнительная скидка которую вы можете воспользоваться в приложении вести в соответствующее окошко и получите к как и все акциям и скидкам вы получите дополнительную скидку 10 процентов а также этот промокод можно назвать на кассе и И также получить дополнительную скидку. Это, конечно же, просто здорово. И советую вам воспользоваться этой скидкой. У меня практически все украшения в магазине Sunlight. Я тоже вам говорила неоднократно. Давайте уже поближе покажу вам вот эти вот браслетики. Итак, вот показываю вам браслетики поближе. Вот это серебряный браслет. Мне очень приглянулись вот эти вот, как такие кренделечки в виде сердечек. Он у меня уже больше года. Как вы видите, ничего не стерлось. И мне очень нравится, как он одевается. Он идет вот такой вот немножечко изогнутый. И вы его просто вот так вот на ручку хопс и одели. И получается носите. Он жесткий, очень симпатично смотрится. И он никуда не слетает. Его невозможно. Я даже зацеплялась как-то за этот браслет. И он все равно у меня не снялся с ручки. Поэтому мне это очень нравится. Очень симпатичный браслетик. Вот эти вот такие, как кренделечки в форме сердечек. Мне они вообще безумно нравятся. И вот, как вы видите, и снимается тоже очень удобно, легко, быстро. Вот он немножко в таком изогнутом виде. Но мне это очень понравилось. Как вы видите, ничего не пошарпалось. Хотя я и мыла с ним, и посуду мыла. Вообще очень люблю этот браслет. Я его покупала, да, как я сказала, уже больше полугода назад. И вот это, это был подарок моего мужа. Это лимонное золото. Это Италия. И мне очень нравится. Видите, как он сделан? Не полный круг, а немножечко вот такой по форме ручки. То есть немножечко он как бы сплюснутый вот здесь. Он такой был за время носки. То есть он у меня уже где-то полгода, даже уже больше. Он не поцарапался, никак не... То есть ничего с ним не погнулся. Тоже его как-то зацепляло. Ничего с ним не произошло. Очень в хорошем весь состоянии. Значит, открывается он вот здесь. Вот видите, вот такая штучка. Эта штучка не царапает, не цепляется ни за что. Даже никакой свитер я ни разу не зацепила вот этой вот. Потому что она такая достаточно... Ну, то есть не жесткая, да? Не острая, скажем так. И просто вы ручку вот так зацепляете. И, соответственно, вытягиваете. Получается, вот он в раскрытом виде. Одеваете на ручку и защелкиваете. Все. Точно так же с руки зацепляете, снимаете. Вот. И обратно защелкиваете. Очень удобно. Он именно... Вообще я люблю очень жесткие браслеты. И он очень удобный именно вот этой вот своей застежкой. И он такой достаточно плотненький. Никуда он у меня не девался. Тоже мылась с ним. Мне вот этот вот лимонного золота, конечно, очень нравится. И вот этот вот очень тоже симпатичный браслетик. Вот. Легко одевается. Не надо вот эти, знаете, защелочки. Вот эти все собачки, которые иногда достаточно тяжело одеваются. Но очень симпатично. Смотрите. Вот. Видите, они какие красивые сердечки. Тоже нигде не поцарапалось даже. Ничего. И даже не потемнело вот здесь вот. То есть, в очень таком хорошем состоянии. Достаточно хорошо одевается. И сзади вот этот вот браслет выглядит вот таким образом. Но очень хорошо держится на ручке. Ни разу я его не теряла. Ни разу у меня не слетал. Поэтому мне очень нравится. Вот эти два моих самых любимых браслета. Просто еще за то, что... То, как они одеваются. Очень классные браслетики. Часто очень ношу. Я в последнее время именно вот это лимонное золото. Мне очень нравится. Вот этот, он, видите, такой достаточно тоненький браслет. Но очень симпатичный. Так что не забывайте. Артикулы, ссылочки на скачивание приложения и промокод со скидкой. А покупку в магазине Sunlight я вам оставила внизу в инфобоксе. Но давайте теперь перейдем к вопросу о загородном доме. Живем мы уже здесь почти 6 лет. И один из запросов у меня был. Это как мы переехали. И как мы вообще решились приехать в загородный дом. Я могу сказать, что я никогда не мечтала о том, чтобы жить загородом. Вообще у меня таких мыслей вообще никогда не было. Возможно, потому что не было еще деток. И я как-то вообще не задумалась, что там ходишь на работу. Вечером с работы приходишь. Квартиры, в принципе, достаточно. На субботу, воскресенье какие-то встречи с друзьями. Или какие-то поездки и так далее. Поэтому я вообще даже никогда не задумалась о загородном доме. Мой муж хотел жить загородом. Но у нас никогда не было, знаете, прям мечта, мечта, мечта. Такого никогда не было. Как-то вот мы, ну, как-то было там обсуждали этот момент. Ну, как-то вот не особо, скажем так. Вот. И когда у меня родился старший мой сынок, у нас появилась возможность построить небольшой дом. Небольшой это примерно в районе 150 квадратных метров. Для дома это не так много. Для квартиры это, конечно, большая считается квартира. Ну, дом это достаточно небольшой. Значит, мы построили вообще дом и планировали вот построить. Который мы бы приезжали летом. То есть жили всё лето с ребёнком, да. И, возможно, на какие-то январские праздники там и так далее. Может быть, субботу, воскресенье как-то приезжать. То есть такой вот как бы дачу, скажем так. Участок мы не покупали. Этот участок это ещё моего прадедушки. У нас 12 суток, не 12, где-то 13 с хвостиком, где-то с небольшим. Значит, этот участок мы давали моему прадеду. То есть это 60-е где-то года. Вот эти послевоенные. Очень много кому давали, да, вот участки в разных местах Ленинградской области. И вот получилось моему прадеду дали участок именно здесь. И, в принципе, у нас и участки здесь. Вот здесь вот если посмотреть, они все примерно по 12, там 10-12 соток. Они примерно одинаковые все. И дома ещё, знаете, раньше разрешалось строить только один ближе к дороге, второй дальше. И вот в таком вот шахматном порядке, в принципе, домики все даже вот такие старенькие. У нас практически все одинаковые. Одинаковые практически планировки даже, одинакового примерно вида. Наш дом мы ещё старый, который построил ещё мой прадед. Мы его ещё не снесли. На это нужны средства. У нас нельзя здесь просто сжигать в посёлке, да, то есть разбирать потихоньку и сжигать. Такое делать у нас нельзя. И, ну, пожалуются соседи, будете платить штрафы и тому подобное. Поэтому здесь только разбирать и вывозить, соответственно, заказывать вот эти пухты. Это достаточно дорогостоящие мероприятия. Так как у нас было много недоделок ещё у других, и они остаются. Поэтому у нас всё время разбор дома уходит на какой-то второй план, скажем так. Ну, в общем, мы начали строительство вот такого небольшого загородного дома. На первом этаже у нас была запланирована большая комната, соответственно, санузел, кухня, небольшая кладовка. И на втором этаже три комнаты. Они небольшие. Самая большая, по-моему, у нас 16 квадратных метров, остальные поменьше. Одна вообще 9. Вот, то есть такой вот совсем небольшой компактный домик. И я очень хотела, знаете, вот эти вот летние террасы. Я очень хотела, мне они так нравились. И у нас и была запланирована летняя терраса с выходом с кухни. Я очень это хотела, потому что, ну, как-то налить себе кружечку чая, выйти на террасу, это всегда мне казалось очень-очень классным. Вот, в итоге террасы у нас, кстати, так и нет. Мы построили беседку за место террасы. Вот, и в процессе строительства дома, когда уже была подведена крыша, были построены стены, соответственно, фундамент, получилось так, что я забеременела вторым своим сыночком. И в процессе беременности мы, так скажем так, посвящались, решили, почему бы временно не переехать. Ну, как бы временно, да, пока детки маленькие, не переехать непосредственно сюда, остаться здесь жить зимой, а потом уже уехать, когда детки подрастут, скажем так, уехать в город. Ну, мы так и сделали, и в итоге вообще остались. Решили, что мы тут у нас совсем оставимся, потому что мы находимся не так далеко от города. На машине ехать примерно 20 минут до самого города Санкт-Петербурга. Нахожусь я в Ленинградской области. Вот, у нас здесь недалеко Финский залив, но в Финском заливе купаться нельзя, хотя там красиво обустроенный пляж. Мы уже сюда, скажем так, переехали. И мы поняли, что нам мало, и решили достроить. Во-первых, вместо террасы у нас появилась наша столовая-гостиная с большими окнами, большие окна. Это идея моего мужа, и мне это, кстати, очень тоже нравится. Они у нас открываются ещё, то есть получается такая, как веранда, да, зимняя, скажем так. Вот, очень такое классное помещение. Почему не терраса? Потому что, ещё раз повторюсь, я живу в городе Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, да, и получается, что у нас такая погода, что пользоваться этой террасой максимум это три месяца, и то не постоянно, потому что дожди, холодно бывает и так далее. Это непрактичная постройка, мы так решили, да, с мужем, и поэтому решили построить вот такую веранду, скажем так. Вот, ну и потом детки стали подрастать, и мы достроили ещё, пристроили с одной стороны небольшую штуку пристройку, где вот у нас, получается, комнаты наших деток, и получается у нас там получилась ещё кладовка на первом этаже, котельная, в общем, куча ещё помещений, и сейчас у нас в районе 240 квадратных метров, то есть увеличили почти на 100 квадратных метров мы наш дом. Больше увеличивать мы его не хотим, единственное, что хотим на втором этаже сделать ванную. У нас сейчас сделан только туалет, у нас тут технически немножко это не получалось, но я думаю, что постепенно мы всё это сделаем. Естественно, можно сделать сразу, построить большой дом и так далее, и тому подобное, и сразу вообще всё сделать, но вопрос, конечно же, упирается в финансы, потому что всё это достаточно дорого, и в обслуживании, и так далее. Ну, я думаю, что вы это прекрасно сами понимаете, поэтому мы делаем с мужем всё по чуть-чуть, много что у меня делает муж сам своими руками, поэтому на это тоже нужно время ему, поэтому, да, вот получается у нас вот так. Вот такая вот у нас история нашего дома. Получается, где-то что-то у нас, конечно, да, есть недоделки и так далее. Значит, отапливаемся мы газом, у нас в посёлке проведён газ, водоснабжение у нас центральное, то есть так как в городе вода такая же, и канализация, вот, может быть, в ближайшие, там, я не знаю, несколько лет, может быть, максимум лет пять, у нас будет также центральная канализация, как и в городе, вот. То есть, в принципе, достаточно здорово. Сейчас у нас стоит закопан на участке септик специальный, да, который вот всю канализацию, стоит мотор, который всё это там перегоняет, что-то там с этим делает. Септик это нужно периодически чистить, вызывать, да, специальную машину, плюс туда засыпают муж какие-то специальные бактерии и так далее и тому подобное. В общем, там целая такая система у нас канализации. Я могу сказать, что в посёлке не у всех такое сделано, естественно. Есть некоторые, кто вообще напрямую там с кухни, с ванной его выводит. Я уж не знаю, как с туалета, если честно, но с кухни, с ванной напрямую выводят трубу в канаву. К канаву уходит у нас в Финский залив, и, соответственно, вода там, там чего там только не находят в этой воде. Я уж не говорю про всякие кишечные палочки и тому подобное. Но вот такая вот история у нас есть, поэтому купаться там нельзя. Друзья, и мы не купаемся в Финском заливе. Вот, на территории посёлка у нас, посёлка у нас есть школа, у нас есть детский садик, у нас есть поликлиника. Но поликлиника нет специалистов, точнее есть, но не все. И какие-то вот направляются у нас непосредственно в город Санкт-Петербург. У нас хирург здесь, приезжает ещё кто-то. Ну, в общем, такое, да, что-то если нужно, то всё равно в основном это уже, конечно, нужно ехать в город. Есть у нас здесь магазины, естественно, но магазин у нас достаточно дорогой, практически в два раза дороже, чем в городе Санкт-Петербурге. Ехать 15-20 минут, поэтому многие ездят именно непосредственно там в Ленду, в Океи, там кому что нравится, да, и закупают в основном продукты. Там здесь, ну так, знаете, по мелочи, там хлеб, булочку, молочко, что-то в этом духе покупается. В принципе, это, наверное, вот немножко про посёлок. Так, да, отапливаем, как я уже сказала, мы газом у нас. Тёплые полы на первом этаже сделаны, и тёплые полы и батареи, но тёплые полы не везде. На кухне нет тёплого пола. Тёплый пол водяной, вот на кухне тоже у нас планируют, мы уже делаем тёплый пол, потому что зимой в морозы, конечно, чувствительно, да, у нас сделана фундамент, сделана плита бетонная, поэтому плюс ещё кафель, конечно, пол достаточно холодный у нас на кухне. Ну, вот, конечно, будем обязательно делать, но всё постепенно, что называется. Вот, пол, тёплый пол у нас водяной, воду для тёплого пола стоит у нас котёл, да, соответственно, газовый, который греет воду и на отопление, получается, и на горячую воду, такой большой котёл. Давайте немножко про оплаты расскажу. В принципе, содержать такой дом, как у нас, по стоимости примерно то же самое, что в черте города Санкт-Петербурга, содержать, наверное, такую приличную трёхкомнатную, наверное, квартиру в 80 квадратных метрах, ну, примерно что-то в этом духе, потому что примерная стоимость кварплаты в городе Санкт-Петербурге, да, за трёхкомнатную такую, за 80 квадратных, может быть, чуть больше метров, составляет где-то 10 тысяч рублей, если не больше. Ну, примерно столько же уходят зимой на содержание дома, точнее, оплата за газ по счётчику платится, вода по счётчику платится и электричество. Самое дорогое, конечно же, это электричество. На него уходит больше всего денег, соответственно, зимой больше, летом чуть-чуть поменьше уже, но не сильно много, почему уходит много электричества. Котёл газовый, но внутри моторы все вот на всё вот это вот, водопровод и так далее, всё это, соответственно, от электричества. Мотор на воду, на канализацию тоже электрический, там где-то тоже что-то электрическое и так далее, поэтому уходит, ну, примерно в районе зимой, наверное, 5 тысяч, может быть, 4 тысячи, где-то вот так вот, всё зависит от погоды, наверное, в Питере, примерно уходит на оплату электричества, примерно 3-4 тысячи зимой уходит на газ. Летом на газ вообще очень мало, потому что летом отключается отопление, только на горячую воду газ работает. Соответственно, летом бывает вообще там в районе тысячи рублей всего газ у нас. Зимой это 3-4 тысячи, ну и вода, вода поменьше, может быть, 2-3 тысячи примерно уходит. Ну, когда бывает побольше, когда поменьше, я так ориентировочную стоимость вам говорю. Вот примерно такая сумма уходит. Ещё вывоз мусора где-то 1000-1500 в месяц тоже это вывоз мусора. В принципе, такие вот расценки. Я уж не говорю о том, что дом, он требует постоянных вложений. Даже если вы не будете его переделывать, как мы, да, там, достраивать, перестраивать и так далее, всё равно какие-то вложения необходимы. Есть прилегающий участок, на котором всё равно как-то хочется его благоустроить и так далее, что-то делать, где-то там забор, где-то подчинить, где-то подделать и так далее. Поэтому всё равно затраты, они постоянно какие-то есть. Непосредственно на сам дом. Где-то что-то покрасить, там краска выцвела и так далее. Всегда на это тоже есть свои затраты. С ценами я примерно вам озвучила. Соответственно, стоимость дома я вам сказать честно сказать не могу. Потому что вначале у нас был маленький дом, потом мы достраивали. Но цены на строительство дома, я думаю, вы можете спокойно посмотреть в интернете, погуглить. Всё зависит от того, из чего построен дом. У нас построен из газобетона. Сейчас строят из каких-то финских панелей, из деревянного бруса, из блоков, из всего, чего только можно. Сейчас огромный-огромный выбор. Самое главное в Ленинградской области, чтобы дом был тёплый. Тогда вы будете меньше платить за отопление. И это самая такая расходная статья. Вот получается. Поэтому обязательно ставь. Если вы планируете построить дом, обязательно, чтобы он был тёплым изначально. Утеплённые стены, крыши, фундаменты и так далее. Это очень важно. Лучше один раз потратиться, потом сами себе скажете спасибо. Так что на это всё. Я надеюсь, я ответила на все эти вопросы. Если ещё есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте внизу в инфобоксе. Я с удовольствием вам отвечу. Ещё хочется сказать сразу такой есть, на мой взгляд, это миф о том, что когда вы переезжаете за город, у вас нет соседей. Это не так. Соседей никто не отменял, если только вы не живёте в лесу. Потому что в посёлках, коттеджных каких-то и в садоводствах всегда есть соседи. И соседи замечательно могут и в 7-6 утра пойти косить траву. Это будет электро- или бензокосилка. Бенза это ещё хуже. Скажем так, какие-то гулянки до 3 ночи тоже никто не отменял. И поэтому всё равно какие-то тёрки с соседями, шумы. То есть я не могу сказать, что у нас полностью тут тишина. Такого, конечно, нет. Конечно же, не такой шум, как в городе. Но всё равно какие-то моменты есть. В том числе и какие-то, ну, скажем так, стычки с соседями. Они всё равно происходят. Это не только у нас. Это много кто мне об этом рассказывал. И другие в других местах, да, в Ленинградской области. Потому что когда вы приобретаете в уже обжитом посёлке, да, не в новом каком-то коттеджном, да, посёлке, да, новеньком таком, то он всё равно есть, кто уже там давно живёт и так далее. И есть такая история, что очень многие соседи считают, что вот ближайшие к ним участки, это их тоже участки. Вплоть до того, что вот я знаю такие истории, что для того, чтобы разбить у себя клумбы, нужно пойти и спросить разрешение у своих соседей. Ну, то есть вот такие вот моменты есть. С такими сталкивались, и мы тоже сталкивались с такими. Что с этим делать? Ставить забор и знать никого не знаешь. Вот примерно из такой серии. Потому что у нас тоже, да, были такие истории, когда соседи у нас спрашивали, а почему вы у нас не спросили, можете ли вы это делать на своём участке. Хотя мы тут, я не знаю, радиоактивные отходы в землю не закапывали, и даже никакие пруды не выкапывали. Вот, то есть, в принципе, ничего такого не делали. Это у нас, кстати, была история, когда мы дренаж делали на участке, потому что у нас такой был низенький участок, знаете, вот такой вот, он был немножко такой заболоченный. И вот, да, вот была у нас такая история. И забор тоже у нас, с забором тоже были истории. Ну, в общем, такая вот история, она тоже есть. Вот. Это, в принципе, наверное, всё. Ещё вот буквально недавно мне поступил вопрос, на что обращать внимание при покупке загородного дома. Но здесь, вы знаете, мне сложно сказать, всё зависит от бюджета, потому что у нас загородный дом в Ленинградской области может от бюджетного до суммы просто, вот, просто различны. Например, если покупать какой-то старенький дом, там, 60-х, 70-х годов, и думать, что вы его реставрируете, я вам скажу, что затраты на это ещё больше, чем построить новый дом. Поэтому лучше такое, на мой взгляд, лучше такие вещи не делать. И это очень сложно, потому что часто это и фундамент уже прогнивший, то есть полностью нужно переделывать фундамент, крышу, где-то какие-то стены переделывать и так далее. Поэтому мне кажется, что проще построить новый дом. Иногда это даже бывает дешевле. Это я не понаслышке, зная, что просто проще реально построить новый дом на месте старого, например. На что обращать внимание, вот, как мне кажется, да, это на наличие газа. То есть, чтобы желательно в посёлке, конечно, чтобы был газ. Тогда участки обычно дороже стоят, но, поверьте, вы потом будете меньше платить. Потому что я знаю, что если отапливать дом электричеством, счета за электричество в месяц будут больше 15 тысяч зимой. Да, то есть это вообще электричеством, это вообще не вариант. Мне кажется, сразу можно отметать, но дровяные, только если там печки, уголь, он пахнет, а дровяные, да, возможно. Но это как-то тоже нужно всё это смотреть, планировать, да. Всё зависит от того, какой дом вы хотите. Вот, поэтому на воду. Очень часто бывает такое, что вот, особенно в садоводствах, что зимой отключают воду, или она там промерзает, замерзает. То есть, насколько там проложено вот это вот всё, или где вы будете какую-то скважину бурить. То есть, вот это вот всё нужно продумывать. И то же самое канализация, да, как вы будете всё выводить, скажем так, из дома. И вот такие вот моменты тоже, я считаю, важными. На них нужно в первую очередь обращать внимание. Ну, и чтобы хотя бы поблизости была какая-то поликлиника, не знаю, какое-то вот место, куда можно сходить. Ну, и удалённость от города. Чем ближе к городу, тем, соответственно, участки и дома дороже. Это понятно. Тут всё, конечно же, зависит от бюджета. Но сильно далеко. Там уже, если только Выборг ближе, да, там или какие-то ближе к какому-то пригородному городу, где есть и больницы, и поликлиники, и какие-то детские сады, и школы, если вам это необходимо, да. То есть, ну, на такие вот моменты, я считаю, нужно обращать внимание. Вот моё такое ощущение, вот. Так что рассказала немножко про дом. Если у вас ещё остались какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием отвечу в комментариях. И, возможно, ещё тоже сниму видео. Я такие основные собрала, скажем так, в свой рассказ и рассказала сейчас. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и, конечно, интересным. Не забывайте ссылочки я оставила вам внизу в инфобоксе. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok